Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Алексеевич, вы участвуете в конкурсе на вакантную должность нашего министерства. И я хочу ознакомить вас с условиями нашей беседы и с членами комиссии, которые будут вам задавать вопросы. Значит, согласно положению, вы сейчас прошли на второй этап, это беседа, которая осуществляется в Zoom. Мизум, само собой, записывается до беседы, но вместе с тем, согласно указу президента за номером 5177, эта беседа может быть транслироваться и в интернете, на ютюбе и так далее. Вы не возражаете по этому поводу? Я должна записать ваше мнение тоже. Насчет трансляции в ютюбе я, конечно, не ожидал такого. Нет, ну вы же знаете, что сейчас открытость при подборе и собеседовании при приеме госслужащих, это практика обычная. Просто я довожу до вашего сведения, что это, возможно, вы войдете на канал наш министерский ютюб, и там будут эти беседы с точки зрения общественного наблюдения за проведением открытого приема на работу с точки зрения прозрачности и так далее. Ну и вопросы, связанные с антикоррупционными действиями и реформами в Узбекистане, это обычная практика. Значит, сегодня в нашей беседе участвуют... Вот теперь у меня на узбекском переводить вам и сложно будет. Значит, сегодня нам участвует начальник, временно исполняющий обязанности начальника реформ, земельных реформ, Шагазатов Махир Фархадович, заместитель управления и временно исполняющий обязанности отделения Иргашев Диор Бахтиорович. Значит, участвует также начальник управления по работе с сотрудниками Думанов Шхотали Вовам Джонович. Юридический департамент представляет директор, заместитель директора Кучев Суправ Курбаназарович. И с Аргуса присутствует, значит, главный инспектор по кадровым вопросам Тагаев Камолидин Камилович. Я Гульнара Ачилна Милибаева, заведующая отделом в нашем министерстве. И также у нас участвует главный специалист нашего отдела в беседе Роза Кулова Акадабахтеровна. Значит, вам в кабинет были даны три темы, тематики по данному управлению. И вы подготовили презентацию, вам дается 10 минут сейчас на эту презентацию, а потом мы перейдем к вопросам. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день всем членам отборочной комиссии. Позвольте вам в таком случае продемонстрировать основные моменты своей презентации. Я выбрал тему особенностей порядков предоставления земельных участков для предпринимательской и градостроительной деятельности, а также индивидуального жилищного строительства. Сейчас постараюсь выгрузить презентацию. Сначала вы откроете у себя на рабочем столе, а потом через демонстрацию экрана нам будет видно. Пожалуйста, время пошло, 10 минут вам. Изучая национальное законодательство, можно выделить основные четыре группы нормативно-правых актов, которые регулируют отвод земельных участков для юридических и физических лиц. Первая группа – это порядки предоставления земельных участков для предпринимательской и градостроительной деятельности. Данные порядки регулируются положением, которое утверждено постановлением Кабинета министров в конце 2019 года за номером 1023. Вторая группа – это предоставление земельных участков для участников малых промышленных зон. Данное положение утверждено постановлением Кабинета министров по номерам 134 в марте 2020 года. Следующая группа – порядка предоставления земельных участков. Это земельные участки для участников свободных экономических зон. Данное положение утверждено постановлением января 2018 года по номерам 29. И последняя группа – это положение порядка предоставления земельных участков для граждан в целях индивидуального земельного строительства и обслуживания жилого дома. Данное постановление, скажу, было утверждено в 2019 году за номером 63. В настоящее время с выходом указа президента УП-6243 проведена реформа земельных отношений. В частности, проведена унификация видов прав на земельные участки. Если ранее было 5 или даже 6 видов прав на землю, то сейчас они сокращены до 3. Что касается частного сектора, то до 2. Это аренда и собственность. И в этой связи в данные положения, которые я выше озвучил, внесены соответствующие изменения. Что касается положения порядка предоставления земельных участков для граждан под индивидуальное жилищное строительство, то оно призвано утратившим силам. И таким образом существует некий вакуум в этом направлении, что требует скорейшей разработки необходимого документа, который бы регулировал порядки предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Теперь я более подробно вас познакомлю с каждым из вышеуказанных порядков. Предоставление земельных участков юридическим и физическим лицам для предпринимательской и градостроительной деятельности включает в себя определенное количество процедур, которые необходимо осуществить для того, чтобы любому заинтересованному юридическому или физическому лицу получить в аренду или в собственность земельный участок. Одной из первых процедур является размещение материалов отбора по итогам инфинитаризации, которую проводят филиалы палаты госкадастров свободных земельных участков в информационную систему ГЕРЭлектрон. Этот период занимает 5 дней, так как в этот период рассматриваются еще и заявления юридических и физических лиц, которые подаются в инициативном порядке по предоставлению желаемого имя участка. После размещения данных материалов происходит процесс согласования и рассмотрения данных материалов со стороны органов строительства на соответствии с утвержденным генеральным планом другой градостроительной документации. В случае, если есть необходимость привлечения дополнительных организаций, допустим, управления пожарной безопасностью или санитарно-эпизиологического надзора, то также привлекаются данные организации. После процесса согласования подходит следующая стадия. На данном этапе подключаются в процесс согласования территориальные управления экологией и защитой окружающей среды и Департаменты культурного наследия. В течение 5 дней они дают заключение по материалам выбора свободных земельных участков. По итогам положительных заключений и согласования материалов необходимо определить начальную цену свободного земельного участка. В настоящее время начальной ценой земельного участка установлена минимальная стоимость, которая определяется хакимиатом соответствующего района города по предложениям отделов налоговой службы и филиалов палаты госкадастра. По итогам определения начальной цены выставления земельного участка на аукцион данные материалы по земельным участкам автоматически направляются оператору для выставления на аукцион. Сам процесс аукциона связан изначально с размещением извещения о проведении аукциона, который размещается за 30 дней до его проведения, регистрацией участников аукциона, внесением задатка, который устанавливается в размере 10% от начальной стоимости земельного участка. Проведение аукциона занимает один день с 9 утра до 6 вечера. Аукционы проводятся по принципу повышения цены и участник, предложивший наиболее высокую цену, становится победителем аукциона. В случае, если стоимость земельного участка превышает 5000-кратный размер базовой расчетной величины, оплата за земельный участок допускается внести плату в течение 15 дней, если же меньше 5000-кратной величины, то в течение 10 дней. После, соответственно, оплаты участникам аукциона стоимости лота, оператор автоматически формирует протокол по итогам аукциона и формируется договор аренды, если земельные участки выставляются на праве аренды. На заключение договора аренды предоставляется два дня с учетом его регистрации в территориальных управлениях палаты госкодавтров. На данный момент с выходом указа президента 62-43, как я уже говорил, определены два права на земельные участки, собственность и аренда. На данный момент еще отсутствуют нормативные документы, которые регулировали бы право предоставления земельных участков на праве собственности. Поэтому данный порядок, который предусматривается в 10-23, в большей степени применим только к земельным участкам, которые предоставляются на праве аренды. Что также требует внесения изменений в законодательство, возможно, разработка нового порядка, учитывающего как предоставление земельных участков как на правах собственности, так и на правах аренды. Кроме того, с принятием указа президента 60-61 по вопросам совершенственной системы государственного кадастра в 2020 году, вендрили порядок, согласно которому кадастровые дела по новым земельным участкам формируются, исходя из обращений в районных городских отделах строительства на основе заказов как именятов районных городов. Ниже я продемонстрировал данную процедуру в виде взаимосвязанных этапов. Если по действующему порядку, который отражается в 10-23, материалы по свободным земельным участкам определялись непосредственно по итогам инвентаризации на 5-20 число каждого месяца, то с учетом требований указа президента 60-61 данная процедура изменяется и свой старт начинает от формирования как именятом района города заказа на подготовку кадастровых дел по земельным участкам, исходя из программы реализации генплана. По итогам формирования заказа отделы строительства формируют электронные карты земельных участков, исходя из той зональности территорий, которая требуется для отвода земельного участка. В данном случае это идет речь о зональности, связанной с коммерческой зоной или производственной, если касается речи предоставления земельных участков для предпринимательских и градостроительных деятельностей. На основе электронной карты филиалы палаты госкадастров определяют свободные земельные участки, подготавливают по ним кадастровые дела. Эта вся процедура осуществляется с выходом на место и занимает в целом 14 дней, так как свободные земельные участки по настоящее время должны быть оформлены на имя хакимиата района города и после этого выставляться только на носительную систему вероэлектронов с последующим выставлением на аукционные торги. Вот этот фон, который в начале три этапа я отметил, это касается тех изменений, которые сейчас вносятся в действующий порядок 10.23. Так, предоставление земельных участков для участников малых промзон, как я уже упоминал, регулируется отдельным положением и, на мой взгляд, является более упрощенным, нежели в общем порядке для предпринимательских и градостроительных деятельностей. Я не стал здесь указывать особенности проведения конкурсного отбора участников малых промзон, а сразу начинаю свой процесс, исходя уже из итогов конкурса. По итогам проведения конкурса сформирована претендент, точнее инвестор, который предложил наиболее лучший инвестиционный проект. Данный процесс занимал пять дней, это в общих словах. По итогам конкурса формируется протокол административного совета малой промзоны по отводу земельного участка, который необходим инвестору для реализации инвестиционного проекта. Это занимает один день. После формирования протокола в течение пяти дней заключается договор аренды между дирекцией малой промзоны и участником данной зоны, а также осуществляется регистрация в органах кадастров. Если быть точнее, то договор аренды заключается в течение трех дней и, соответственно, два дня выделяется на регистрацию права аренды земельного участка. После регистрации договора аренды в установленные сроки осуществляются практические мероприятия, связанные с выносом в натуру границ земельного участка, предоставление технических условий на подключение инженерно-коммуникационным сетям и разработка архитектурно-планировочного задания. Данные практические мероприятия осуществляются за счет инвестора. Как я уже упоминал, с принятием указа президента 6243 введен порядок, согласно которому земельное сельхозназначение независимо от того, находятся ли они в границах малой промзоны, специальной промышленной зоны, в населенном пункте, вне населенного пункта, реализуются посредством электронных онлайн-аукционов, что требует, соответственно, внесения изменений в действующий порядок предоставления земельных участков участников малых промзон. Потому что, как я изначально говорил, данный процесс отталкивался от проведения конкурса, а не от аукциона. Игорь Алексеевич, я думаю, что вам можно уже к выводам перейти, а потом к вопросам, потому что регламент у нас ограниченный, поэтому вы очень подробно все рассказываете. Неплохо, но я думаю, что можно к выводам перейти, а потом к вопросам. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я в самом деле затянул свое выступление, поэтому, если быть кратким, я постараюсь подытожить свое выступление и сказать, что все в настоящий момент действующие порядки необходимо унифицировать в один документ не в виде одного порядка, а в виде одной, скажем, постановляющей части с приложением отдельных положений по порядкам отвода земельных участков, что в частности в настоящее время и проводится со стороны Министерства экономики. Спасибо всем. Спасибо. Переходим к вопросам, уважаемые члены комиссии. Пожалуйста, вопросы. Игорь Алексеевич, спасибо за насыщенную презентацию. Я до этого был у нас в собеседовании, то есть дискуссию с презентацией мы услышали предыдущего кандидата. Я по итогам вопрос задал, но не получил ответа. Вот этот вопрос тоже вам хочу задать. Вот, соответственно, указан 21-го года, 8-го июня УП-6243, вы знаете, было поручено внести соответствующие изменения в действующие законодательства, в части закона о приватизации неизвестных земель. То есть, какие вносятся данным проектом закона? И второй вопрос также был, чем отличаются земельные участки, которые были ранее выданы под определенные направления, предпринимательские города, городостроительные деятельности, для ИЖС, то есть право поставить пользу или по жизненоследованию владельцу. И участкам приватизации, то есть разница какая. То есть вы сами знаете, что за последнее время был принят ряд нормативно-правых актов, которые более-менее уже отрегулировали, укрепили право владельцев земельных участков, которые ранее были выданы под ИЖС или предпринимательские деятельности, то есть поставленное пользование и по жизненоследованию. Вот два вот этих вопроса, то есть внесение изменений, какие ожидаются в новшествах, и, может быть, разницу в сегодняшнюю между приватизированным и неприватизированным земельным участком. Вот ваше видение, как вы считаете, то есть можете нам рассказать именно по этому направлению? Спасибо. Дераке, позвольте уточнить, касательно первого вопроса, вы имели в виду изменения, которые вытекают, исходя из принятого указа президента 6243? То есть да, то есть на сегодняшний день именно те права, которые они ранее имели, они сейчас более-менее сейчас укреплены законодательством, то есть защита прав именно этих собственников, ну не собственников, можно сказать, владельцев этих прав, да? И те внушства, которые вносятся, то есть проектом закона по внесению изменений, 552 закон, вот если данные внесения изменений будут приняты, разница какая будет между приватизированным и приватизированным земельным участком? Ну, во-первых, приватизированные земельные участки, это уже будут являться земельными участками, которые находятся в частности собственности, соответственно, данные земельные участки будут выступать полноценным объектом гражданского оборота. Данные земельные участки можно будет свободно предоставлять в аренду, вносить в качестве вклада в уставный капитал акционерных обществ и других хозяйственных обществ. также можно будет использовать в качестве залогового обеспечения для получения кредита. Это вот те самые преимущества, которые будут иметь собственники земельных участков в результате приватизации. Кроме того, рыночная стоимость самого земельного участка как объекта недвижимости, на мой взгляд, будет существенно выше, чем неприватизированного земельного участка. По второму вопросу. Какие изменения вносятся в действующее законодательство проектом закона, который сейчас внесен на рассмотрение законодательства? Основные моменты просто, если есть возможность, объясните. Проектом закона предусматривается устранение правовых пробелов, которые изначально были допущены при разработке первой редакции. В частности, предоставляется право на приватизацию земельных участков индивидуальными предпринимателями. Во-вторых, предоставляется право на приватизацию земельных участков участниками малых промзон. Пересматривается процесс распределения денежных средств, поступающих от приватизации земельных участков. Исключаются инвестиционные обязательства, налагаемые на собственников земельных участков. А также основным моментом, я бы сказал, наиболее важным является отмена национализации приватизированных земельных участков и замена ее выкупом по рыночной стоимости. К тому же добровольным выкупом, а не принудительным. Спасибо, Жанна. Пожалуйста. Пожалуйста, члены комиссии, у кого еще какие вопросы есть? Так. Курмат ли комиссия золара, сауэллариума, нам задам изгер. Ну что ж, Игорь Алексеевич, я думаю, что достаточно презентации и вопросы. Видимо, члены комиссии считают, что достаточно этих вопросов. В итоге нашего беседы я хотела бы вам задать вопрос протокольный. Значит, у вас нет никаких претензий к заданным вам вопросам или вообще к проведению беседы данной? Нет, все вполне нормально, никаких претензий не имею. Спасибо, мы желаем вам удачи. И результаты собеседования будут отражены в вашем личном кабинете. Спасибо вам большое за возможность представить свою презентацию и ответить на интересующий вас вопрос. Спасибо большое вам тоже за участие. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.